Здравствуйте дорогие зрители с вами канал FFDO TV и сегодня с нами капитан команды художники Удаковский Владислав и их тренер Сапельняк Валентин. Здравствуйте! Расскажите для начала Как создавалась команда? Чья была идея вообще собрать команду? Команда создалась уже довольно давно Идея была моя и первого костяка команды, которого уже создатели, их уже не осталось Два человека еще были. То есть из того состава практически остались только вы? Нет, есть основной костяк именно как создавалась команда То есть команду придумало несколько человек, там втроем придумали команду, но потом эти ребята больше отошли от футбола Я остался, но когда команду уже придумали, да, образовался основной костяк, которым мы играем уже 8, ну почти 8 лет Этот костяк играл со двора, мы играли со двора уже в течение 15 лет, ну то есть довольно давно Почему выбрали такое название художники? Вот такое название образовалась как раз, ну там интересная история была, ну которая не очень интересный рассказ Ну как, она не связана со спортом просто, и мы дурачились с ребятами, с этими тремя И назвали, ну решили назвать команду, ну у нас были кисточки, краски, мы вышли и начали рисовать на улице И решили, ну а на следующий день, по-моему, да, там через неделю позвонил организатор ко мне первого турнира Когда в тот момент это были турниры Альянс, ну такие, да, турниры в городе были Ну позвонил мне, да, и попросил собрать команду, он говорит, можешь собрать? Я говорю, ну да, а как будем называться? Ну художники Вот так решилось, да, то есть вот так оттуда и пошло А на каких еще турнирах вы принимали участие? Ну принимали вот этот первый турнир, когда начинался все, Альянс назывался Не помню было, не при Федерации, не при Федерации Затем от Федерации, ну городские чемпионаты были, параллельно участвовали Потом появился Либертат, участвовали параллельно Либертат и городские турниры А как изначально набирали игроков? Как искали? По какому критерию? Никак, изначально команда образовалась, вот во дворе играли Да, те ребята, ну то есть это больше коллектив друзей, единомышленников был В процессе уже начали, да, ну, делать Некоторые ребята уходят, некоторые приходят Но костяк остается в основном А был ли опыт участия в турнирах в других городах? Нет, вот к сожалению, да, у нас такого опыта нет А собираетесь вы на все возможности? Вообще интересно, да, очень было бы участвовать Просто времени, возможность, там ребята работают Ну кто как, у кого там семейные вопросы, поэтому не все могут Есть ли у художников спонсорская поддержка? Нет, нет, нету Вы открытые предложения Это стандартно, да Поэтому мы, наверное, не участвуем в международных турнирах пока Была бы помощь какая-то, может быть, было бы легче немножко Все ребята сами, да, на энтузиазме на своем Скажите, у вас очень сплоченная команда И как вы добились такого? Так, ну, сплоченная, но это прежде всего ребята Потому что у нас, ну, очень позитивный дружеский микроплимат в команде Один из лучших, я считаю Не знаю, как добились У нас правильная команда Мы знаем, когда отдыхать, знаем, когда играть Когда работать, у нас все как бы по полочкам И все складывается И главное, в команде люди хорошие все Поэтому без человеческих отношений тяжело дальше строить У нас, вот именно человеческие отношения У нас, прежде всего, даже выше результаты, наверное, пока Поэтому так Валентин, скажите, а как давно вы уже тренируете команду? Чуть больше года Тогда, с прошлого лета мы начали сотрудничать И вот до сих пор потихоньку, по крупинке И тогда будем скоро дирождение тренера отмечать в команде А как вообще проходит тренировочный процесс у вас? Только на позитиве Понятно, что мы отрабатываем Разные схемы, стандарты И ответственно относимся к каждой тренировке Но все равно все на позитиве Все ребята горят желанием Все ответственно относятся Поэтому, может поэтому Последнее время у нас так Не первое, но мы очень близки к первому месту В каждом турнире всегда боремся за приз А как часто проходят тренировки? Два раза в неделю Да, две тренировки в неделю Зимой вы играли в высшей лиге Либертада и большинство команд После этого пошли во вторую лигу Почему вы решили принимать в шести в третьей? Хотя ваши соперники, в общем-то, в основном все были там Да, тоже соперники задовольны этот вопрос Но прежде всего выбирали по времени По удобству На тот момент третью лигу Да, больше по времени Подходило всем вечернее время А на тот момент решили остаться в третьей лиге То есть никакой особой разницы между второй и третьей Так не опускались Из-за того, чтобы побыть там пониже Не из этих соображений Просто по удобству Какое ваше общее впечатление от прошлого сезона? Да, все, все понравилось Как всегда, ну, турниры на уровне Сезон, ну, главное впечатление, что не взяли золотов Это да, ну, в целом все в порядке А какой матч стал самым запоминающимся? Ну, наверное, матч Амур Последний матч чемпионата Амур-Шаркс В котором мы не принимали участие Ну, мы принимали участие как зрители На прошлых выходных уже стартовал новый сезон И скажите, как готовились к летне-осеннему чемпионату? Отправили команду в Турцию Ну, так готовились Отдохнули недельку А, ну, было две недели до прерыва Мы еще успели поучаствовать на кубке Там небольшом Сами собрались Среди команд Поиграли еще одну неделю А затем неделю, да Так, ну, то есть В тех же тренировках готовились Тренировки все равно оставались Ну, все Отдохнули недельку, считайте, больше Друг от друга отдохнули Собрались Ну, да Прошли ли какие-то кадровые изменения в составе команды? Ну, на вот этот турнир особо нет То есть там плюс-минус всегда у нас Там два-три человека они варьируют Так, в принципе И какие цели у вас на этот сезон? Ну, на этот сезон у нас на все сезоны цели, конечно Максимальные Максимальные, да В первую очередь, думаю, надо расти как команда Ну, попробовать повышать свой уровень любительский Ну, и, конечно же, получать удовольствие от футбола И медали не помешают на полочке Мы растем Мы играем Придерживаемся философии спортивного принципа Если мы будем занимать в каждой лиге первое место Мы будем идти выше и выше И так пока не выиграем чемпионат А вот вы говорили, в прошлом сезоне вас не очень устраивало время во второй лиге А почему решили в этом сезоне пойти во вторую? Ну, это нас уже перед фактом поставили Говорят, я очень голосовал за спортивный принцип Ну, говорят, что его тяжело вести до сих пор Ну, вроде как он входит, но все равно команда меняется Варьируется постоянно состава команд Ну, не состава, а состав участников, так сказать И поэтому не все получается Но я голосовал бы за то, что был бы жесткий спортивный принцип И две команды шли вверх, две вниз И не выбирал никто Да, если нам сказали, что во второй лиге такое время Ну, значит, будем устраиваться уже А как вам конкурентоспособность вашей линии сейчас второй? Ну, мы еще не всех соперников оценили Мы половину команд знаем давно Ну, хороший, нормальный, ну, средний уровень команд А несколько команд пока темные лошадки Ну, я думаю, что в прошлом туре вы снова встретились с Амуром И в этот раз, к сожалению, вам уже не удалось одержать у них победу Мать закончилась за счетом 1-1 Чего не хватило в этот раз? Как, может, пальцы? Славная погода, может Сил не хватило из-за жары такой Ну, опять же, думаю, счет будет все-таки по игре 1-1 Мы в прошлом чемпионате один раз им проиграли, один раз выиграли И в этот раз была равная борьба Хотя мы уже, тенденция такая роста у нас наблюдается Мы играли как первым номером И нас они уже боятся Я так увидел по игре, что нас они немножко уже побаиваются И осторожно с нами играли И мы доминировали всю игру Просто не получилось забить с реализацией этой проблемы А так, я думаю, что и все команды, наверное, смотрят на нас И будут остерегаться Какие планы у вас, в общем, на будущее? Как развивать команду? Возможно, что-то привлекать спонсоров, не знаю Ну, возможно, да Лучше был план, чтобы у нас появился спонсор Вот, от этого отталкиваясь Так как сейчас не очень, ну, уже тяжеловато Надо, чтобы кто-то поддерживал со стороны Или даже в своем же коллективе, не знаю Вот, а как еще развивать Ну, это, извини, так, да Лишь развиваться в футбольном плане, это понятно Есть ли какие-то пожелания, возможно, к развитию мини-футбола в нашем городе? Предложения? Пожелания у нас одно в чемпионате Мы уже озвучили, там, по спортивному принципу Все, что было Дальше уже дело организаторов Как сделать это все, чтобы... Потому что такие команды, как мы Для них разница в износе ощутима Поэтому, может, из-за этого Многие команды и против этого принципа Но и так И пожелания пока Пожелания развиваться Пока все идет в сторону развития Спасибо большое вам за ответ И желаю вам удачи в этом сезоне Уже, надеюсь, вы станете чемпионами Спасибо, надеемся Ну, а с вами, друзья, мы прощаемся С нами была команда художники До скорых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok